Здравствуйте, уважаемые трейдеры, с вами я, Екатерина Стихина и обзор азиатской сессии 29 июня. Все фьючерсные контракты, привязанные к трем основным индексам Соединенных Штатов, сегодня перешли к росту. Похоже, Уолл-стрит надеется завершить этот месяц на подъеме. Вернулись в начале четверга на свои 33-летние максимумы и фондовые индикаторы Японии. Также в зеленой зоне торговались акции в Австралии и Новой Зеландии. После вчерашних ястребиных выступлений руководителей сразу нескольких ведущих центральных банков мира настроения на рынках сместились в пользу безопасных активов. В своей речи на финансовом форуме в Португалии глава Федрезерва США Джером Пауэлл указал как минимум еще на два повышения процентных ставок в ближайшие месяцы. О дальнейшем ужесточении монетарных настроек говорили и управляющие центробанков Еврозоны и Великобритании. Поскольку давление со стороны инфляции сохраняется, опасения по поводу глобальной или локальных рецессий остаются тоже актуальными. Но, с другой стороны, финансовые политики сегодня не сказали ничего нового. Все это рынки уже слышали раньше, поэтому вчерашний спуск фондовых индексов в начале четверга сменился осторожным подъемом. Кроме того, настроения в Азиатско-Тихоокеанском регионе в последнее время несколько оживились на фоне намерений министра финансов США Джанет Йеллен посетить Китай для восстановления контактов. Для индекса доллара ситуация на торгах в Азии складывается противоречиво. Дело в том, что агрессивные монетарные перспективы Федрезерва США рынки уже частично учли и отработали в ценах активов раньше, поэтому гринбэк усилился не столько на самом росте ставок, сколько на возможном более длительном периоде сохранения их высокого порога. На этих настроениях в начале четверга американец сначала подскочил выше отметки в 103,2 пункта и даже показал самые высокие уровни за две недели. Но затем его импульс роста несколько угас, а цены по отношению к шести валютам аналогам перешли к падению внутри диапазона между уровнями в 102,9 и 103,2 пункта. Возможно, одной из причин его снижения стало опять же выступление Джерома Пауэлла. Сегодня глава ФРС фактически повторил свои комментарии предыдущего дня. Подавляющее большинство политиков ФРС ожидают два или более повышения ставок к концу года, сказал Джером Пауэлл. Не услышав от американского регулятора ничего нового быки по доллару США отступили, а его цена по индексу провалилась ниже важной психологической линии в 103 пункта. Следующий уровень поддержки находится в области почти двухмесячной давности на уровне 101,9 пункта. Интересно складывается азиатская сессия четверга и для японской валюты. Впервые с начала ноября прошлого года она обесценилась к доллару США до уровня 144,70 иен. Пока глава Банка Японии Кацууэда защищал голубиные настройки своего ведомства, курс иены критически приблизился к уровню 145 иен. Напомним, что в сентябре и октябре 2023 года именно этот уровень подтолкнул японский властик к вмешательству на валютных рынках. И, судя по резкому снижению пары в область котировки 144,30 иен, можно допустить, что Япония снова провела интервенцию на Форекс и использовала доллары США для покупки иены. По крайней мере, Минфин страны только на этой неделе предупреждал о такой возможности неоднократно. В любом случае, на торгах в Азии курс пары резко развернулся от роста к падению и продолжал торговаться в красном ценовом канале. Между уровнями 144 иены 10 цен и 144 иены 70 цен. Также, возможно, покупатели иены вдохновили оптимистичная экономическая статистика из Японии. Согласно сегодняшним отчетам, розничные продажи в мае выросли на 5,7% в годовом исчислении. И, таким образом, японская экономика демонстрирует непрерывный рост этого показателя уже 15-е месяц подряд. Еще одной и наиболее вероятной причиной укрепления иены могло стать очередное выступление главы Центрального банка Японии на форуме в Синтре. Сегодня Кацуэда заявил, что японский регулятор может отказаться от своей давней сверхмягкой денежно-кредитной политики. Если финансовые власти будут уверены, что в следующем году инфляция в стране поднимется, Банк Японии будет готов приступить к смене своих настроек на более ястребинные, предупредил чиновник. Падение доллара США на торгах в Азии и воодушевление на фондовых рынках дали шанс для укрепления валютам антиподов после несколько вялого начала сессии в начале четверга. Ози приободрился и пошел в рост внутри дневного диапазона между отметками 0,6595 и 0,6628. Энтузиазм австралийца можно объяснить еще и тем, что уровень розничных продаж совершил в май неожиданный скачок. Согласно опубликованной сегодня статистике, этот показатель вышел на высоте 0,7% и зафиксировал самый быстрый рост с начала 2023 года. Сильная экономика работает на руку ястребиным настроением в резервном банке Австралии, поэтому медведи по паре отошли пока в сторону, а австралийский доллар восстанавливает свои самые большие дневные потери с начала марта. В конце азиатской сессии Ози по отношению к доллару США поднялся в область котировки 0,6630. Правда, затем он немного снизился к отметке 0,6620, но торговался по-прежнему на бычьем импульсе. Новозеландская валюта тоже первоначально торговала сегодня в области котировки 0,6073 и оставалась на своем почти трехнедельном минимуме. Затем на падение американца курс пары несколько продвинулся вверх, но по внутридневному диапазону между отметками 0,6069 и 0,6096. Но в целом по Киеве сохраняется медвежий настрой, а его актуальная цена на уровне 0,6083 и зеленый коридор явление, скорее всего, кратковременное. Тем более, что еще в мае Резервный банк Новой Зеландии предупредил о паузе по ставкам. Да и экономика страны тоже находится не в лучшем состоянии и, вероятно, не продемонстрирует никакого роста в этом году. Напомним, что в первом квартале 2023 года Новой Зеландия пережила умеренную рецессию, поскольку восстанавливалась после сильного циклона и наводнения в феврале. Надеемся, что ваши торговые индикаторы, уважаемые инвесторы, продвигаются только вверх и с каждой сессией покоряют новые вершины. И что это происходит благодаря в том числе информационной поддержке ИнстаФорекс ТВ. На этом наш обзор Азиатской сессии завершен, но впереди новые биржевые события и новые видеообзоры. Подключайтесь, пишите ваши комментарии и вопросы. Будем на связи! Знаете, educату Отеор Орион những часы Какая то, оно превращается в качестве видеообзора ТВ Рек மсуNE В Hass рас Teles Short Представляет этот приспособ, что оно не более